Привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах с нотой мускуса в моей коллекции парфюмерной. Я давно хотела записать это видео именно о мускусных ароматах. Мне нравится их звучание, нравится их носить, нравится, когда они переплетены с какими-то другими нотами в композиции аромата. Я люблю мускусные ароматы. Ну, я знаю на некоторых мускусах, смотря тоже какие мускусы, кому-то мускусы раскрываются там очень-очень анималистично на ком-то, да. Некоторые люди вообще не переносят запах мускусных ароматов. Кто-то наоборот балдеет. Но это вот все такой трюк. Пробуйте, мне кажется, реально вообще найти аромат с ярким мускусом просто для каждого. Потому что сейчас такое великое разнообразие этих ароматов, что, мне кажется, можно найти кому угодно. У меня очень много ароматов с нотой мускуса. Так или иначе, мускус присутствует почти в каждом третьем, наверное, флаконе, в базе. В базе композиции ароматной закладывается мускус. Ну, это делается, чтобы усилить композицию, чтобы закрепить композицию аромата. Где-то я слышу этот мускус, где-то нет. Где-то он играет такую солирующую роль. Где-то, ну, реально просто для закрепления аромата, и мы его не слышим. Я подобрала вам именно те ароматы, где мускус я слышу очень отчетливо. Где он играет или солирующую роль, или вот, ну, прям дополняет настолько, что, ну, нельзя это не заметить, пропустить. Смотрите, если вам понравится, пишите. А ароматов будет много, поэтому приготовьте там, может быть, чай, чай, кофе. Буду, наверное, долго говорить, но как пойдет, короче. Немножечко сначала о мускусах. Так, мускусы долгое время добывались из секреции оленей определенной породы. Естественно, животное погибало вследствие этого. Очень много оленей погибло. Сейчас это животное занесено в Красную книгу, и мускус уже делается, синтезируется химическим путем. То есть, ну, натурального мускуса сейчас очень редко встретишь. Если он и есть, то это очень дорого. Цена за один грамм мускуса может достигать 100 евро. 100 евро, то есть, ну, это такое очень дорогое производство. Дорогое удовольствие. Но в Саудовской Аравии есть несколько ферм. Они выращивают этих оленей и получают этот мускус, тем не менее. Поэтому, да, арабские духи, они очень дорогие. И там, конечно, мускусный аромат – это, ну, это лучшее, наверное, которое сейчас есть. И давайте начнем. Первый аромат, который я очень люблю, и, наверное, да, это действительно королевский мускус, это аромат от бренда Mikalev Royal Masks. Здесь реальный мускус, здесь не синтезированный никакой. Это вот просто королевский мускус. И так и есть. Аромат бесподобный, аромат пленительный. Аромат, ну, реально, вот я сейчас смотрю, все мои мускусные ароматы – это вот лучший, который, ну, лучший представитель из всех. Я его взяла, поэтому первым вам показать. Это роскошный мускус. Это мускус очень носибельный, тем не менее. Он не сильно анималистичный. Он такой, знаете, обволакивающий, пуховый, какой-то притягательный, но не такой дразнящий животный, знаете, страстный, как у Родригеса, там, мускус или еще что-то. Очень такой сдержанный аромат для вот просто для королевы, для королевы бала, для какой-то царской, царственной особы. Ну, вот он просто вот такой, вы знаете, аромат вот с иголочки. Идеальный, идеальный мускус вот для меня Royal Masks от бренда Mikalev. Если кто не пробовал, попробуйте. Сейчас в бутике, по-моему, и в Гуми, или в Цуми. В общем, кто живет в Москве, тот, наверное, знает. Мне он очень нравится. Вот реально он мне очень нравится. Это у меня еще старый дизайн флакон, и сейчас они идут в других флаконах, таких квадратных. И если уж говорить о бренде Mikalev, то да, самый красивый мускус у бренда Mikalev. Следующий аромат, который я вам покажу, тоже будет из бренда Mikalev. Это Ананда. Это такой вот, знаете, ну это необыкновенный аромат. Он хрустальный, он чистый, он такой ослепительно-женственный и юный какой-то. Юный не в плане, что его можно носить только юным девам, да. Вот он, у него флер такой, знаете. Вот когда я ношу этот аромат, хочется вот, ну какого-то безрассудства. Какой-то вот, знаете, хочется, ну такой легкости, легкости, невыносимой легкости бытия. Очень, очень красивый мускус здесь. Такой, знаете, он пудровый. Такой мимозы. Вот знаете, вот у мимозы вот эти вот желтые такие, как пыльца. Вот он тоже такой пыльцовый, цветочный, груши здесь такая красивая. В общем, аромат вот просто потрясающий. И мускус здесь, ну тут настолько все гармонично сделано. Вот тут вот просто вот настолько кругло все, красиво, ровно. Ну вот я балдею. Идеально, идеально скроенный аромат. Ну, собственно, как и Royal Mask до этого я вам показывала тоже. Вот они идеально скроенные, два аромата. Я уж тогда договорю про все Mikalev, которые я вот прям реально слышу в них мускус. И перейду уже к другим. А шикарный аромат от Martin Mikalev это Mon Parfum. Здесь это вот самая первая версия. Классическая. У меня нет возможности попробовать флангеры, к сожалению. Здесь, здесь он уже, конечно, более томный мускус, более такой сладострастный, более такой тягучий, сладкий. Аромат очень сладкий. Аромат вот прям, знаете, как патока. Но за счет мускуса этот аромат не настолько вот гурманский, как, например, Black Opium, да? Что вот вы носите, и вот вы прям, господи, ну что ж так все сладко? Нет, за счет мускуса здесь вот именно соблюден такой баланс прекрасный. Ну, аромат вот просто женщины. Красивый, уверенный в себе, грациозный. Ну, просто женщины, любой женщины. Этот достойный аромат вот просто любой женщины. Очень красивый. Очень-очень-очень. Я прям его люблю. Надо сейчас его достать, что-то я про него забыла. Дальше. Все, с брендом Миколев покончили. Дальше перейдем, ну, наверное, к самым таким образцовым. Ну, не образцовым мускусом, но вот откуда вот пошла вот такая волна первая на мускус. Это, конечно, Нарцисса Родригес. Фу-хо. У меня вот такая версия. Это фланкер. Л'Апсалю. Апсалю называется. Пасалю. Но у меня был и розовый флакон первый. В туалетной воде у меня не было. В черном. Но вот у меня был розовый, вот такой, стоит миллилитров. И у меня с ним сложилась такая история. Я, когда мы его покупали в Дьюти Фри, я не знала, что я была беременная на тот момент. И когда я начала пользоваться этим Родригесом, фу-хо, классическим розовым, у меня начался дикий токсикоз. И вот этот аромат связан у меня вот с этими вот такими противными первыми месяцами моего вот этого прекрасного положения на тот момент. До сих пор не могу его. Вот до сих пор. Он мне очень нравится, но я его не могу носить. Вот, ну, девочки меня поймут, у кого так бывало, наверное. В общем, вот просто вот такая у меня с ним история. Но аромат просто шикарный, божественный. Этот немного другой. Сейчас у меня никаких уже вот именно вот на фланкере нету таких воспоминаний, нету таких вот, знаете, порывов сразу при одном вздохе. Но здесь мускус такой фирменный. Фирменный Родригесовский мускус. Как вам его объяснить? Он даже может показаться кому-то пошлым. Какому-то может показаться, господи. Ну, если я это надену, ну, все будут думать, что я такая вот. Ну, берите меня, я ваша. Вот он, есть в нем такое что-то, знаете, прям вот дерзкий. Дерзкий, такой смелый. Ну, женщина, женщина страсти. Женщина вот просто, знаете, вот я когда его наносить, я его очень редко ношу, прям могу по пальцам пересчитать. Вот, знаете, выходишь из машины, и вот этот вот, если ветер порывом обдувает вас, и вот этот шлейф просто... Ну, люди так смотрят. Ну, вот так вот смотрят. Вот реально. Потому что вот, ну, есть в нем сила. Он сильный, он притягательный, яркий. Мускус Родригеса, это, конечно, это... Ну, это классика уже, новая классика. Следующий аромат с прекрасным мускусом, это Даглас Хананд, мой любимый туберозный аромат, ну, один из любимых. И здесь, вы знаете, немного та же тема, что и с Анандой. Здесь очень вкусная такая груша, конечно, тубероза. И вот тоже мускус не дает этому аромату скатиться в какую-то такую банальную такую вот какафонию. Потому что, ну, он не очень при такой вот какой-то сложный, да, этот аромат. Он такой какой-то вот прям даже, можно сказать, детский. Какой-то вот такой наивный, какой-то, ну, незамысловатый. Ну, я не могу от него оторваться. У меня вот с ним периодически случаются запои. Он как-то очень раскрывается на мне красиво. Он переливается от переменной температур. Например, там, если в жару я его ношу. Он видоизменяется очень прикольно. Попробую носить его зимой, посмотрим, как он будет себя вести. Ну, это вот просто, это чудесный аромат. Какой-то прям вот, ну, вот с чем-то по настроению, да, они схожи. Ананда и вот этот, м-м-м, хороший. Следующий представитель тоже линейки Роберто Пике, который у меня есть, это Бакхари. Бакхари, это уже вообще другая история. Это классик, это, если хотите, тоже из разряда Шанелли номер пять для меня. Это такой хороший ретро-винтаж. Да, да, аромат статусный. Аромат, вот знаете, такой, к нему нужно найти подход, к нему нужно, ну, как-то под настроение его носить. Вот прям вот так одеть с бухты по рахты, нет, не получится. Сухой аромат. Вот если можно сказать, сухой. Нет в нем никаких, вот знаете, таких вот тягучих, кремовых каких-то нот, которые вот бывают в ароматах, когда ты хочешь вот прям, вот так вот прям вдыхать его, нюхать. От этого хочется реально иногда чихнуть. Сухой аромат, какой-то вот шершавый немного. И вот, ну, как и мускус тоже здесь. Альдегиды, мускус, амбра, я не знаю, есть там какой-то дым. Ну, он потрясающий, потрясающий. Пудра, может быть, да, здесь есть, мускус, пудра. Вот что-то такое, ну, это просто, это кайф. Это такой вот, ну, это уникальный аромат. Кайф, он один из самых старинных у Роберто Пеге. Ну, это такая вот история, классика, бесподобный. Я всем, наверное, советовала, ну, как, кто это такая, чтобы советовать, ну, познакомиться все-таки с ароматами от Роберто Пеге. Они вот просто какие-то для меня, ну, есть один дом, второй дом, третий дом. А вот Роберто Пеге, это вот что-то такое вот классичное. Классичное. Дальше, аромат чем-то схожий, кстати, с Бакхари. Мой любимец сейчас это Чайна Вайт. Чайна Вайт для меня аромат загадка, аромат гениальнейший, аромат просто, который мне крышу снес просто, вот, вообще, я не знаю, на сколько лет вперед. здесь тоже вот есть вот эта вот шершавость и пудровость такая, ну, пудра здесь какая-то вот смешанная с какими-то медицинскими препаратами, ну, собственно, по названию мы понимаем, что это какой-то сорт наркотика. горьковатая, с горчинкой. И, да, мускус. Мне кажется, все вот это, если бы это тут была пудра, там, роза, еще что-то, я не знаю, что тут положить без мускуса, да, наверное, было бы все не так интересно, не так все уникально. Ну, может быть и нет, но, тем не менее, мускус здесь есть, мускус я здесь чувствую, особенно, когда я хожу уже под вечер и все еще ощущаю этот аромат. Да, это красивый мускус. Иногда животный, иногда анималистичный, иногда даже такой, ой, что это, это я? Да, да, это он, но вот такой вот он, необычайный, необычайный аромат с мускусом. Следующие два аромата будут такие попроще, но, тем не менее, я их очень люблю за их легкость в ношении. Это они Гутал, Гуталь, роз сплендит, вот такой вот аромат. Ну, я активно их ношу, вот так, они совершенно не стойкие на мне. Ну, как, вот этот один из самых стройких, и вот следующий, который я вам покажу, а еще там у меня есть, ну, совсем не стойкие. Но, тем не менее, они, вот знаете, роз сплендит, это вот перченая роза, это розовый перец с розой, и вот с таким холодным мускусом. Аромат реально с холодком. Аромат, вот, если вы его одеваете, вот, по весне, какой-то легкий плащ, и вот такой весенний ветер, он вас реально будет так холодить. Очень крутой аромат. Вот, кажется, такой незамысловатый, но, да, есть в нем какая-то изюминка, причем такая не маленькая изюминка, а такая прям изюминка, большой. Очень крутой, очень крутой. И мускус здесь тоже так завершает, делает такой красивый, вот, ну, вот, круг идет, 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 и вот, когда мускус, он так, пум, и замыкается. Получается такой красивый, округлый аромат. Что я говорю вообще? Следующий аромат тоже от Ани Гуталь. И вот он еще из тех ароматов, вот, из первых сезонов, можно так сказать. Сейчас уже поменяли, сейчас там тоже все, ребрендинг. Вот эти ароматы. Вот эти, конечно, они были более... Они, ну, как будто бы и стойкие более, и какие-то, ну, более интересные. Ну, может быть, это мое мнение, не знаю. Это Лю Мимоза. Лю Мимоза, это мимоза, это пыльца от мимозы, это мускус пудровый. И вообще аромат этот очень пудровый. Вот для меня он, знаете, как будто вот вы пуховкой такой. У вас стоит вот эта вот банка пудровая, вы вышли из ванны, и вот такой вот, на такое розовое тело, вы вот этой пуховкой вот так, пух-пух, и пудра вот так летит в стороны. Вот так прям, как в кино показывать, знаете. И вот этот вот аромат для меня именно такой. И да, и мускус здесь такой пудровый. Но красивый. Очень красивый аромат. И очень, кстати, стойкий. В отличие, вот у меня есть фиалковый аромат. Он вообще, безусловно, красавчик. Это Arpège. Arpège, это вот, знаете, для меня он иногда очень индольный, а иногда он реально вот какой-то настолько уникальный, что вот, ну, как будто это вот реально произведение парфюмерного искусства. Но так оно и есть, да. Это произведение парфюмерного искусства, несмотря на то, что у меня это новая версия. Но тем не менее, очень классный, очень альдегидный, мыльный, мускусный, животный. А все это вот с такими жирными лилиями перемешано, с белыми цветами, иногда с индольными нотами. Ну, ну просто вот, знаете, если под определенное настроение, под определенную, конечно, погоду, если он раскроется классно, то это вот просто какой-то кладезь. Следующий аромат, раз уж мы говорим про индольность, это вот этот вот аромат от бренда Darin, Un Eau de Damas, воздух Дамаса. Он, вы знаете, когда он у меня появился, я подумала, ну это просто красота. Из флакона он чудный, он просто чудный, чудесный, обволакивающий, пьянящий, бело-цветочный, такой вот, ну, кремовый опять-таки, нереально женственный. Вот прям так и хочется всей вот просто ороситься этим ароматом и их идти и просто балдеть. Но потом вот наступает, когда ты реально его наносишь на себя, на мне он очень-очень-очень индольный. Вот, то есть я никогда не знала, что такое индольные ноты, когда только он у меня появился, но вот, да, пахнет, пахнет таким вот овном. Иногда, иногда пахнет. Так, вы знаете, вот он не постоянно, но вот вы носите его и вот проскальзывает вот эти индольные ноты, и вы прям, о, зачем? Зачем я его одела? Следующий пленительный вообще аромат, это агент-провокатор, естественно, мускусный, пьянящий, дурманящий, дико животный, дико страстный, наверное, самый вообще сексуальный аромат из всех, которые у меня есть. Вообще у агентов-провокаторов во всех ароматах присутствует мускус, но этот такой вот самый классичный, самый мой любимый, самый любимый моим мужем у меня аромат. Вот он вот, он реально, ну, какой-то секс-оружие, ну, если так можно сказать. Очень красивый, такой, знаете, и помадный, и розовый, и мускусный, и такой, такой немножко пудрово-ретровый аромат, но, тем не менее, очень, ладно, скройный, и если он вам понравится, то вы, конечно, будете его носить с большим удовольствием, потому что кому-то нравится, кому-то нет. Это как бы мы все разные. Кто-то ожидает вот от этого нежного флакона розового, какой-то такой, может быть, ну, тоже нежность и плавную женственность, но здесь совсем другое настроение. Это такая вот бестия во флаконе. Дальше. Аромат от Juliette Cazaga Note Parfum – это мускусы амбра. Это вот такой яркий представитель вообще мускусов современных, синтетических, ненатуральных. Аромат из флакона пахнет, ну, таким, немножко кисловатой пудрой, с присыпкой как-то, знаете, вот присыпки детские пахнут, с пудрой, такая кислинка, ну, и такой немножко лосьон для тела Невея. Но на коже, да, на коже он раскрывается, на мне раскрывается специи, на мне раскрывается интересно, прекрасно, шлейф, просто километровый, комплиментарно. Знаю, что кто-то вообще ничего не чувствует в этом аромате. Ну, слушайте, все мы разные, кто-то чувствует, кто-то нет. То есть тут уж надо все пробовать на себе, на своей коже. Очень крутой. Вот аромат, вот, знаете, из душа росится и сидеть есть попкорн перед телевизором. Ну, как-то так у меня почему-то вышло. Ассоциации надо, наверное, так сегодня сделать. Дальше аромат. Тоже от Juliet Hazeghan. Citizen Queen. Моя королева любимая. Это вообще, этот аромат, ну, просто какой-то... Я хочу еще купить одну, один флакон, потому что его снимают. Я пока вот знаю, где он продается. Я его куплю у нас здесь в Мэрибурне. А интернет-магазин, да, надо купить, потому что, ну, когда он закончится, где-то у меня, наверное, живут столик. Я буду жалеть, что не купила в свое время. А здесь пудра, здесь альдегиды, здесь розы, здесь мускус. Здесь такая гремучая смесь намешана, что, ну, люди, это... Это просто, вот, не передать словами. Аромат, ну, я уже столько раз про него говорила, но он божественный. Аромат божественный. Мускус здесь божественный, колкий, дерзкий, дразнящий, такой вот, знаете, как еж. И в то же время такой плавный, сексуальный. Ну, вот все вот об этом аромате можно вообще бесконечно говорить. Я не буду. Реплика от Maison Margiela, Lazy Sandemone, мускус. Мускус чем-то, как-то иногда переклипкаемый с родригесовским мускусом, но не сильно. Потом это все уходит. Белые цветы и прекрасный мускус. Аромат, вы знаете, для жаркого дня идеально подойдет. Для реально расслабленной какой-то вот, расслабленного времяпрепровождения. Ну, и хоть куда. На самом деле он такой универсальный. Можно и в офис его надеть, можно и поехать куда-то, взять его на море. Он вот такой вот... Ну, он, во-первых, его основная задача... Не задача, основной плюс, что он не надоедает. Вот он реально не надоедает. А следующий из той же категории, что не надоедает, а что на море, и что хоть куда, это бланш. Береда, это вот моя вот просто сейчас какая-то... Чистота такая вот прям скрипучая, звенящая, яркая чистота. Вот я не знаю, как они это сделали. Аромат вот просто. Если кто-то ищет аромат чистоты, аромат свежести, с холодком, который будет вас реально охлаждать в жару, в любую вообще жару, он просто вот как холодный душ. Попробуйте этот аромат. Обязательно попробуйте на коже, потому что много кого читала, кому-то там порошками, кому-то еще как-то раскрывается. Но мне, слава богу, все нормально. Дальше. Аромат от Penhaligonz Artemisia. Он больше, конечно, пудровый, но и мускусный тоже. Аромат очень такой элегантный, очень... Я не хочу сказать, что он современный. Очень тихий, тихо сидит к коже. Не сильно шлейфовый. Знаете, аромат такой, пойти там на вечеринку английский чай, знаете, вот когда 5 o'clock, там все садятся, так чопорно, в шляпах, и пьют вот эти вот чаи с какими-то маленькими бутербродами. Вот такой аромат в каком-то таком высшем обществе, если вам нужно, он подойдет. Потому что он и изысканный, и тихий одновременно, не кричащий. Классный. Классный. Мускус здесь классный. Пудра классная. Такой хрупкий аромат. Красивый. Следующий аромат с мускусом, который мне очень нравится, это Dan Le Peau от Louis Vuitton. Видите, как он мне нравится. Он... Он класс. Он просто класс. Ну что, здесь жасмин, здесь кожаные ноты и мускус. Потому что, мне кажется, если бы мускуса здесь не было, аромат был бы более такой, может быть, мужской, может быть, больше такой, ну, грубый. А за счет мускуса и вот белых цветов он вот какой-то вот... Ну, придает этому всему хрупкость. Ну, вот мне так почему-то кажется, но аромат просто прекрасный. Я его обожаю. Ношу очень часто, и на ночь могу надеть. Очень все прекрасно. Вот пудра-мускус, пудра-мускус. Видите, у меня вот в основном я слышу мускус так ярко в пудровых ароматах. Вот Chanel номер 19 пудр. Пудра-мускус. Аромат Chanel номер 19 пудр, он вообще, вот знаете, один из самых красивых пудровых ароматов для меня. Если вы ищете аромат пудровый, такой вот прям классный, попробуйте Chanel номер 19 пудр, если не пробовали. Вот для меня это такая вот прям очень красивая, очень женственная, носибельная пудра. Попробуйте. Очень крутой. Мускус пудр. Вот это вот моя вот, сдвиг такой, мускус пудр. Дальше у меня есть вот такой аромат. Сейчас я его зацеплю. Это винтажный аромат от Shisei, да? Я уже показывала, вот я его храню в такой коробке. Fleur Excellent. Вот так он выглядит. И здесь мускус и цветы. Очень красивый, конечно, флакон. Я показывала его уже, по-моему. Ну, бесподобная эта красота. Я его что-то редко так ношу. На маме он вообще раскрылся очень красиво, а на мне вот он сразу куда-то улетучился, и все. Надо дать ему еще, наверное, шанс в другую погоду. Но это Япония. Это Япония. Все такое на полушагах, полушепотом, полутам. Ну вот, вот просто вот все очень деликатно, очень ранимо, если можно так сказать, изысканно, и в то же время четко выверено. Ну, классный. Я не знаю, есть ли возможность попробовать его сейчас уже где-то. Необычный аромат. Очень необычный, ну, в японском стиле аромат такой. И, наверное, давайте уже все. Последний аромат. Еще один покажу. Инициал, шелемар, тоже снятость. Ну, опять, пудра и мускусы. Ну, и, конечно же, цветы и фрукты. Яркий цитрусовый всплеск, который потом смягчается именно вот этой пудровостью и мускусностью. Очень крутой аромат. Очень крутой аромат. Шикарное раскрытие, просто великолепное. Обожаю его. Все. На этом все. С вами была Аленка Блок. Я надеюсь, вам понравилось. Уже 29 минут я буду закругляться. Что-то у меня так давно таких длинных видео не было. Пишите, пишите ваши ароматы с мускусом, какие вам нравятся. Я все почитаю, всем отвечу. Всех люблю. Пока-пока. Чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.